Здравствуйте, с вами Руслан и сегодня мы с вами опять погрузимся в состояние планера и тюдо. И сделаем даже по своему необычную компоновку. В первую очередь мы намечаем горизонт и заполняем это пространство. Сразу покажем весь жар и ужас таким же образом с помощью оттенков. С помощью оттенков мы это и показываем, а землю покажем с помощью красного оттенка. В первую очередь, конечно же, мы должны наметить, сделать рисунок, постараться передать свет, но все это не сработает, если же мы не прочувствуем это состояние. То есть мы должны его прочувствовать, испытать на себе и только тогда мы сможем это передать на формате своем. Для этюда мы берем небольшой размер. Почему? Для того, чтобы легко и быстро заполнить все пространство. Потому что в этюде мы должны передать состояние, уловить этот момент, создать свое впечатление, потому что мы это все пропускаем через себя и все это выплюснуть на холст. И вот мы уже наметили. И в чем же необычность компоновки в том, что мы создаем небольшую рамку в виде двух деревьев. Такое обычно редко делаю. И там далеке свет и яркость. Показываем небо и заднюю часть, то бишь задний фон. Там очень много деревьев. Мы их делаем легкими-легкими, воздушными с помощью оттенков и заполняем, но при этом ко всему холодными. А деревья наши, как мы видим, очень теплые, хотя опять же смешанные с белыми оттенками, поэтому достаточно тоже холодные. То есть у нас все равно получается некий контраст и опять же цветов контраст. А вот бельмо на глазу выпирает и поэтому выходит на первый план. И под деревьями у нас тень, холодная тень. То есть мы создаем пространство первого плана, второго и третьего плана. На первом плане у нас большая тень, деревья. Второй план это зелень, трава и на третьем плане это деревья и небо. Таким образом мы все это заполняем и прорабатываем. Не забываем идти от обобщения к детализации. Не используем чисто зеленый цвет, а смешиваем его. Таким образом мы играемся, мы в поиски и находим более интересные оттенки и ближе к реальности, не ядовитые. И вот пару простых вещей дают нам интересную композицию, состояние и красивые оттенки. И не забываем прорабатывать деревья. И одно еще важное для нас это понимать, что мы не фотографы и не фотоаппараты. Мы не сможем полностью передать каждую травинку, каждую божью коровку. Поэтому мы должны именно почувствовать, поймать этот ритм и показать его. А на проработку всех деталей у нас жизни не хватит. Тем более на этюде. Этюд это кратковременная работа. Мы должны приучить себя к быстрой работе, ловить момента и ловить ритм предметов для того, чтобы показать их характер. То есть мы должны уловить тот самый характер. Таким образом мы должны почувствовать этот характер. То бишь поймать тот самый ритм, как в музыке. Мы не сможем сделать полноценную копию. Вот эта точка здесь, эта точка здесь. Все равно мы ее исказим. Поэтому мы должны именно прочувствовать и уловить самые основные движения. Коры, веток, лица, то же самое. И показать этот момент у себя на хвосте. И таким образом будет живо, реалистично, будто это окошко в другой мир. И вот мы потихоньку завершаем. Дорабатываем небольшие детали на заднем переднем плане. Что-то вытаскиваем, что-то убираем назад. И вот что у нас примерно вышло. Большое спасибо за просмотр! Оставляю свое мнение в комментариях. Это очень помогает продвижению канала. Также подписываемся, если вы еще не подписаны, и делитесь с друзьями. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова